Всем хорошего дня, с вами Сарверти и сегодня я расскажу про уникальные предметы Волсом. Уникальные – это фиолетовые предметы, которые могут выпасть во время прохождения, экспедиций или квестов. Часть 2. Если вы пропустили первую часть, то вот вам ссылочка в подсказочках и в описании. Следующая категория уникальных предметов – это шлем. Болезненное возмездие. Интересный уникальный шлем для стрелка или бойца, играющих с использованием негативных эффектов. Однако, сравнивая эффективность, любой желтый шлем с бонус уроном за неизрасходованные очки ярости будет лучше. Кровожадность. Отличный шлем для персонажа ближнего боя, играющего через силу крита. Кстати, аналогов усилению крита для шлемов нет, поэтому его может использовать стрелок. Однако, для дальнего боя есть другая, более интересная альтернатива. Похождение Джеймса. Шлем для стрелков и магов. Этот предмет увеличит урон всех снарядов. Однако, любой другой шлем с бонус уроном за неизрасходованные очки ярости будет получше. Следующий уникальный шлем – Гауназек для магов, использующих силу огня, молнии и льда. Также, шлем дает снижение стоимости элементальных заклинаний. К сожалению, шанс выпадения низкий и достать его будет проблематично. В текущем патче его используют маги огня. Остается лишь вопрос, распространяется ли урон огня на форму демона. Последний, редкий уникальный шлем – Бытие. Его могут применять все, кто играет через пассивные умения Бессмертный Дар. Однако, лучше он подходит танкам. Замены ему нет, а любой легендарный шлем проигрывает по характеристикам. Важное уточнение, как и с поясом испытания, обязательно нужно усилить оплот Зари, иначе при активации будет использовано умение первого уровня. Подводя итоги, часть уникальных шлемов не уступает легендарным, а некоторые, как Бытие, вообще не имеют аналогов. Однако, если с релизом игры не будет понерфлена характеристика бонус урон за неизрасходованные очки ярости, часть из этих шлемов так и не найдут применения. Следующая категория уникальных предметов – Нагрудный доспех. Агония. Единственное одеяние мага, которое делает характеристику мудрости полезной. Однако, тут есть и минусы. Прибавка идет только к негативным эффектам. Бонус урон не превышает 100%, потеря 40% урона атаками и заклинаниями. Если сравнивать Агонию с легендарными предметами, легендарные предметы не имеют негативных эффектов, а бонус урон за неизрасходованные очки ярости повышает весь наносимый урон. Бастион Клана Кровавой Слезы. Уникальный нагрудник для бойцов ближнего боя и, как я понял, он должен работать в паре с кровожадностью. На практике этот предмет не дает прибавку к урону или имеет высокую защиту, что в какой-то степени делает его бесполезным. Тем не менее, это все еще хороший вариант, пока вы не найдете ваш первый хороший легендарный предмет. Вечная красота. Первая уникальная броня для танков, которая позволяет конвертировать шанс уклонения в рейтинг защиты. Этот предмет хорошо работает с пассивным умением Агент под перекрытием, однако есть и пару недостатков. Первое. Вы будете заморожены дольше, чем обычно. Второе. Пытаться набрать выше 80% рейтинга защиты – сложная задача, и даже в этом случае вы словите ваншот на чемпионе. Поэтому я больше предпочитаю использовать рейтинг у ворота как дополнительную характеристику защиты для избежания урона на сложности чемпион. Улыбка опаляющей песни. Вторая и самая лучшая броня для танков с уникальным свойством конвертировать силовой щит в здоровье. Самое интересное, что это здоровье потом усиливается от максимального, повышая здоровье танка до 10 тысяч, однако можно поднять это значение и выше – до 20 или 30 тысяч здоровья. Чтобы обузить здоровье, нужно использовать предметы с высоким показателем силового щита, и благодаря такому запасу здоровья можно выдержать огромный урон на сложности чемпион. Кроме того, любые атаки и заклинания будут всегда накладывать ослабление. Недостаток этой особенности – вы можете накладывать только ослабление. Ни один легендарный предмет не может дать такую выживаемость, как этот уникальный. Поэтому среди игроков это весьма ценный и редкий уникальный предмет. Следующая категория уникальных предметов – плечи. Эмиссар войны – единственные уникальные плечи, которые усиливают базовую атаку и восстанавливают здоровье за расходование очков ярости. Однако, они не дают бонус к характеристикам и усиление определенного типа урона может оказаться более профитнее. Для сравнения, вот легендарные плечи. Следующие уникальные плечи – Хакериш Шельяр. Были созданы для магов с посохом. Снижение стоимости заклинаний и скорости перекачки в ярость. Слабость, отсутствие бонуса к характеристикам и усиление какого-либо урона, поэтому на мое мнение легендарные предметы лучше. Последние уникальные плечи – Знак Искоренителя. Созданы для танков, добавляя два уникальных параметра – бонус к шансу блока и получение ярости за блок. Пока что это лучшие плечи для танкования чемпиона, а недостаток может крыться в эффективности блока. В бете Волсон он не работает. Если сравнивать с легендарными, легендарные предметы имеют больше сопротивления и добавляют живучесть вместо здоровья. На практике сильное сопротивление на сложности чемпион не спасает. Либо танк блокирует или вворачивается, либо поглощает урон своим здоровьем. Это видео получилось большое, но осталось всего 6 предметов – уникальные перчатки, штаны и ботинки. Наследие первого человека. Как я понял, эти перчатки создавались для танков. У них хорошее сопротивление, бонус к силовому щиту, его можно конвертировать в здоровье, усиление лечения, только плодзари и бонус ко всем бафам от ваших умений. Но! Минус 20% урона. В бета Волсон у танков нету агроумений и единственный способ удержать боссов наносить урон. Этот предмет остается в сундуке до лучших времен. Последние уникальные перчатки и самый редкий уникальный предмет после знака черного посоха – сердце ангарда. Легендарные предметы не могут соревноваться с ним. Уникальное свойство – цельный физический урон к атакам. Сверху этого бонус к материальному урону и ловкости. Последняя вишенка на торте, учитывая редкость и качество предмета, это самые дорогие и востребованные перчатки в игре. Третий редкий уникальный предмет – скрытое затмение, позволяющее использовать теневые заклинания расходу и ярость. В игре всего два теневых заклинания – хватка зимы и раскат грома. Для того, чтобы сделать их теневыми, нужно изменить базовое повреждение на теневое. Среди легендарных предметов замены этим уникальным штанам нету, и так, как они редкие, цена у них будет соответствующая. Последняя категория уникальных предметов – ботинки. Боевые ботинки используются только для усиления характеристики проворства. Во всем остальном, это ужасный предмет. Скорбный поступок. Задумывались как ботинки для мага, однако, будучи магом, вы будете избегать любой урон при помощи эфирного прыжка или заморозки. И последний, завершающий уникальный предмет – поход Адели. Отличные ботинки с уникальным параметром «бонус к материальному урону». Они хорошо подойдут любому персонажу, который наносит материальный урон, так как аналога в игре нету. Надеюсь, это видео было полезно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и увидимся с вами в следующей серии. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok